Всем привет из Нью-Йорка! Сегодня мы с вами... с вами... с вами... с вами... затронем тему такую, как выселение из квартиры, или что с вами будет, если вы перестанете платить за квартиру в Нью-Йорке. Сразу оговорюсь, я только про легальный статус, про официальный договор. Я не рассказываю про нелегалов, потому что про них я ничего не знаю. Итак, поехали! Если, не дай бог, вы не платите за квартиру, но платить, разумеется, надо всем, то вас не имеют права выселить тут же. Никто не придет и не сменит вам замки. Выселить из квартиры в Нью-Йорке очень трудно, поэтому хозяева квартиры, лендлорды, проверяют вашу кредитную историю, проверяют вашу зарплату, проверяют вашу платежеспособность, чтобы такой ситуации не произошло. Они очень сильно рискуют, потому что если вы перестанете платить, никто не имеет права прийти к вам в квартиру, сменить замки и выкинуть ваши вещи за дверь. Это незаконно. Если это сделают, то вы имеете полное право обратиться в полицию, подавать в суд. Ну, в общем, на человека будут наложены санкции. Потому что вы, когда заключаете договор об аренде, у вас появляются абсолютно все права практически собственника. Вы имеете право на своей территории защищаться, как вы пожелаете. Здесь нет превышения самообороны. И даже хозяин квартиры не имеет права подойти, потому что эта квартира становится ваша в кавычках. Разумеется, не на 100%. Так вот, если вы прекращаете платить, то через какое-то время, обычно это несколько месяцев, С вами хозяева сначала связываются, как-то уведомляют. Если вы не идете на контакт, то на вас подают в суд. Суд тоже длится, может, несколько месяцев. И после того, как суд вынес решение, а зимой выселять запрещено в Нью-Йорке, вам на дверь вешается судебный приказ. И вам дается две недели на выселение. И там также сразу никто не придет и вас не выкинет. Поэтому многие люди читали с российской пропагандой и считают, что если в Америке не заплатите за квартиру, то вы сразу же пойдете ночевать на улицу, в коробочку или приползете к границе с Россией и помогите, спасите. Нет, это абсолютная неправда, вранье и пропаганда. Никто вас сразу же не выселит. Итак, повторяю. Сначала вас уведомляют какое-то время, несколько месяцев, как правило. Затем уже подают в суд. Суды тоже длятся не два дня, могут длиться несколько месяцев. Зимой вас никто не выселит, тем более с детьми. И там уже потом тоже дается две недели. Ну, в общем, это обычная практика. Но я говорю только за Нью-Йорк. За другие штаты я не знаю, что сказать. За другие города я тоже не знаю, что сказать. Но при этом везде работают люди, существуют разные социальные программы. Тем более, если вы гражданин Америки, если вы лишились работы, нет никаких накоплений. Там, я знаю, тоже есть какие-то уступки. Например, если вы в пандемию лишались работы и вы не можете платить за квартиру, если у вас договор реально официальный, и если вы в стране легально, то Нью-Йорк сам вам оплачивал вашу аренду. Вы не платили за квартиру. И вам потом не нужно было возвращать эти деньги. В случае пандемии Нью-Йорк просто шикарно себя повел, и Америка тоже. Здесь были просто огромные выплаты людям. И человек действительно мог перестать платить за квартиру. Но только для этого нужно было оформить один из видов государственной программы. И тогда, в принципе, причем вам в домоуправлении, но здесь называется менеджмент, вам в менеджменты помогли бы составить заявку, или как это называется. В общем, документы подготовили для того, чтобы город за вас платил аренду. И опять-таки проблем никаких бы у вас не было. Тем более, вас бы никто не выселил. И разумеется, везде работают люди. Везде можно с людьми как-то пообщаться, если вы лишились работы. Но работы, в принципе, в Нью-Йорке много, и как минимум на минималку вы сможете устроиться. Как правило, зарплата, разумеется, намного больше. К тому же, это все-таки не сравнивайте с нашим опытом в России. В России хозяйка квартиры или хозяин придет просто сменит замки и выкинет вас. И вы даже с полицией, как правило, ничего не докажете, даже если у вас есть договор. Но, к сожалению, в России такие законы, что работают не всегда и не со всеми. Все равны, но некоторые ровнее, к сожалению. Вы уж меня извините. Насколько я знаю, когда вас выселяют из квартиры, то у вас, по-моему, кредитный рейтинг падает. Я не знаю, как-то это отображается на вашем соушале или нет, я не в курсе. Но я знаю, что можно потом оформить банкротство, и оно как-то там потом упрощает. Кредитный рейтинг, разумеется, падает. В Америке все зависит от кредитного рейтинга. И вам потом, разумеется, будет труднее в каких-то аспектах жить. Но, если честно, я не знаю такую ситуацию среди знакомых, чтобы кто-то переставал платить за квартиру и его выселяли. Среди моих знакомых таких людей нет. Но были люди, которые из-за пандемии лишались работы, и они не могли оплачивать аренду. Поэтому они шли в менеджмент, оформляли какую-то одну из государственных программ помощи, и город за них платил аренду. Что будет, если не платить за газ или электричество, я не знаю, потому что для меня это копейки. Я плачу за двухкомнатную квартиру по-русски, по-английски это one bedroom. Получается, в месяц примерно 40 долларов. Летом с кондиционером это около 50 максимум долларов. Я использую электричество так же, как и в России, в принципе, использовал. Никаких у меня здесь печатных станков нет, ничего такого нет, обычное электричество. Но единственное, чайник у меня газовый. У меня в России была электрическая плита, и чайник был электрический. Здесь плита газовая, и чайник газовый. И закипает, если честно, он так же, как и электрический. Что интересно, накипи здесь нет. У меня в Мальтогорске накипь на чайнике тоже очень сильно была. Что еще интересного про квартиры могу рассказать. Здесь двери у всех деревянные. Многие люди двери даже не запирают. Решетки на окнах на первых этажах очень редко бывают, крайне редко. Буквально несколько раз всего лишь встречал. И многие пенсионеры просто даже с открытыми дверьми живут. Проветривают квартиру. Многие замки не запирают. Я уже не говорю о том, что коврики перед дверью, многие обувь перед дверью оставляют. Некоторые люди тумбочки даже выносят в общий коридор и их как-то используют. Разумеется, наглеть тоже не надо. То есть здесь немножко по-другому люди в Америке живут, нежели мы живем в России. Я своей маме описываю, как мы здесь живем, как ведем себя с соседями. Мама говорит, что они так жили при Советском Союзе. Двери были деревянные, двери никто не запирал, соседями здоровались, улыбались, желали хорошего дня, обувь никто не воровал. Здесь даже посылки ставят возле дверей или в подъезде у почтовых ящиков. В том числе айфоны, айпады и прочие посылки. Разумеется, иногда воруют, потому что страна не идеальная, люди тоже не идеальные. Но, например, если вы заказываете на Амазоне и посылка вам не дошла, вы пишете в техподдержку и вам высылают новую посылку бесплатно. И с вас ни копейки за это не берут, потому что это не ваша вина. При этом, как правило, везде абсолютно стоят камеры в подъездах, даже в неблагополучных районах. Сейчас камеры стоят даже в лифтах. То есть если у вас кто-то украл посылку дорогостоящую, этого человека видно. И с таким, к счастью, я не сталкивался, чтобы дорогую посылку воровали. Маленькие посылки у меня не доходили, не знаю почему. Мне Амазон высылал новую посылку. Очень часто посылку приносят прямо под дверь. Не знаю, от чего это зависит. Я думаю, это человеческий фактор. И от самого почтальона зависит, лень ему подниматься к подъезду или нет. Причем он специальным сканером пикает вашу посылку, штрих-код. И вам тут же приходит уведомление, в зависимости от службы доставки и магазина, где вы брали, что посылка к вам доставлена, положена под дверь или под почтовый ящик. Некоторые причем даже фотографируют и отправляют вам фотографию, что ваша посылка доставлена. Что очень даже удобно. Потому что когда мне так доставили мой ноутбук за 800 долларов, я мчался на крыльях с работы. Я, конечно же, понимал, что вряд ли кто-то тронет. Тут везде видеокамеры. Но все-таки я из России, поэтому я летел как сумасшедший. Кстати, из-за того, что очень трудно выселить, я еще раз говорю, людей перед заселением в квартиру, перед тем, как подписать договор, проверяют от и до. Проверяют ваши доходы, проверяют ваш кредитный рейтинг. Вы должны показать чеки с работы, с вашей зарплатой или распечатки. Чтобы хозяин квартиры, здесь он называется лендлорд, по сути владелец земли, он должен быть уверен, что вы платежеспособный. Потому что он берет на себя огромные риски. Если вы не сможете платить за квартиру, он вас не сможет выселить, даже если захочет. Только по суду. Если, не дай бог, вам сменят замки, то, я слышал, если это сделает супервайзер, то есть, ну как старший за домом он отвечает, то этот супервайзер может попасть под уголовную статью. Его могут посадить, если он у вас сменит замки, без решения суда. То есть, это очень сильно наказывается. Если вам, не дай бог, сменили замки, смело вызывайте полицию. Потому что люди, конечно, всякие разные бывают. Я слышал про историю, что людей попытались выселить, сменили замки, люди вызвали полицию и обратились в администрацию города. Потому что менеджмент и ландлорд поступили незаконно. Ну и когда дошло до суда, то суд сказал, это уже не первое ваше нарушение. Если ваше нарушение повторится еще один раз, то мы отбираем ваш бизнес в пользу города. То есть, эти квартиры, которые принадлежат менеджменту, они будут отобраны в пользу города. И город уже будет этим всем распоряжаться, всем этим бизнесом. В Нью-Йорке эти законы жесткие. Они на стороне обычного человека. Был бы я хозяином квартиры, который сдавал, я не знаю, как бы я на это реагировал. Я бы, наверное, не хотел быть хозяином, который сдает. Разумеется, людей много. Как-то они справляются с этим, проверяют своих квартирантов. Но мне, как человеку, например, было бы страшно. Потому что квартиры в Америке не дешевые. Например, в Нью-Йорке и в Москве цена за квартиры примерно одинаковая. За недвижимость. И вот так вот, когда кто-то не платит, я даже не знаю. Но люди везде остаются людьми, к счастью. И я полагаю, что со всеми можно договориться. Но, конечно, случаи бывают разные. И на такие случаи существует полиция. Полиция всегда приедет и попробует с вами договориться, уладить обе стороны. И полиция мне здесь, кстати, очень нравится в этом плане. Она всегда очень адекватно себя ведет и старается как-то разрулить любую ситуацию. Потому что, ну, кому нужны жертвы, кому нужны скандалы, кому нужны драки. Все хотят вернуться домой. Все хотят побыстрее со всеми делами разобраться. В общем, эта тема недвижимости очень большая. Если вам что-то интересно, задавайте вопросы. Пишите предложения, какие еще сделать ролики. Например, как искать квартиру, какие нужны документы. Я тоже могу об этом рассказать. Но только учтите, я говорю про легальные способы. Про нелегалов я ничего не знаю. Это уже не ко мне. У меня договор официальный. Мои доходы проверяли. Кредитную историю я не знаю. Вроде, по-моему, тоже проверяли. Ну, такие дела.